С вами Ольга Джералл и Amazing Russian. Здравствуйте! Все мы хорошо понимаем, как важно знать и правильно использовать глаголы движения. Поэтому в этой серии видеороликов мы с вами повторяем формы глаголов и вспоминаем, когда мы их используем. Вы уже знаете 8 глаголов движения. Сегодня мы повторяем формы и значения этих глаголов. Идти, ходить. Идти unidirectional, ходить multidirectional. Формы. Настоящее время. Иду, идёшь, идут. Хожу, ходишь, ходят. Прошедшее время. Шёл, шла, шли. Ходил, ходила, ходили. Будущее. Пойду, пойдёшь, пойдут. Буду, будешь, будут. Ходить. Императивы. Идите, ходите. Ехать, ездить. Настоящее время. Еду, едешь, едут. Езжу, ездишь, ездят. Прошедшее. Ехал, ехал, ехала, ехали. Ездил, ездила, ездили. Будущее. Поеду, поедешь, поедут. Буду, будешь, будут. Ездить. Императивы. Поезжайте, ездите. Необычная форма императива. Поезжайте. Бежать, бегать. Настоящее время. Бегу, бежишь, бегут. Бегаю, бегаешь, бегают. Прошедшее. Будущее. Бежал, бежала, бежали. Бегал, бегала, бегали. Будущее. Побегу, побежишь, побегут. Буду, будешь, будут. Бегать. Императивы. Бегите. Бегите. Бегайте. Лететь. Летать. Лечу, летишь, летят. Летаю, летаешь, летают. Летел, летела, летели. Летал, летала, летали. Полечу, полетишь, полетят. Буду, будешь, будут. Летать. Летите, летайте. Плыть, плавать. Плыву, плывёшь, плывут. Плаваю, плаваешь, плавают. Плыл, плыла, плыли. Плавал, плавала, плавали. Поплыву, поплывёшь, поплывут. Плывут. Буду, будешь, будут. Будут, плавать. Плывите, плавайте. Плавайте. Нести, носить. Несу, несёшь, несут. Ношу, носишь, носят. Нёс, несла, несли. Носил, носила, носили. Необычная форма – нёс. Понесу, понесёшь, понесут. Буду, будешь, будут. Носить. Несите, носите. Вести, водить. Веду, ведёшь, ведут. Вожу, водишь, водят. Вёл, вела, вели. Водил, водила, водили. Вёл, необычная форма. Поведу, поведёшь, поведут. Буду, будешь, будут. Водить. Ведите, водите. Вести, возить. Везу, везёшь, везут. Вожу, возишь, возят. Вёз, везла, везли. Возил, возила, возили. Вёз, вёс, необычная форма. Повезу, повезёшь, повезут. Буду, будешь, будут. Возить. Везите, возите. Только три глагола движения транзитивные. Это глаголы «нести», «носить», «вести», «водить» и «вести», «возить». Транзитивные глаголы мы используем с прямым дополнением. Прямое дополнение – это «что», «вещь» или «кого», «человек». Прямое дополнение всегда в винительном падеже. Они несут покупки домой. Они ведут дочку в парк. Он везёт жену на работу. Покупки, дочку, жену – это прямые дополнения в винительном падеже. Есть глаголы движения с транспортом и без транспорта. Например, глаголы «идти», «ходить», «бежать», «бегать», «вести», «водить», «нести», «носить» – это глаголы без транспорта, пешком. А глаголы «ехать», «ездить», «вести», «возить» – это глаголы с транспорта. Глаголы «плыть», «плавать», «лететь», «летать» мы используем с транспортом и без транспорта. «Я не умею плавать», «не все птицы летают». Здесь глаголы «без транспорта». «Мы плывём на корабле», «я не люблю летать на самолёте». В этих примерах есть транспорт, корабль на корабле, самолёт на самолёте. Если мы говорим о транспорте, на каком транспорте, на чём? Мы используем предложный падеж с предлогом «на». «Они поехали в отпуск на машине». «Парень везёт девушку на велосипеде». «Сегодня я опаздываю, поэтому поеду на работу на такси». Если мы говорим о поездках в одном городе и не говорим, на каком транспорте мы едем, то неважно, едем мы или идём, мы используем глаголы без транспорта. «Идти ходить» и «вести водить». «Вчера я ходила к подруге на день рождения». «Завтра я веду свою девушку в музей». Здесь мы используем глаголы «без транспорта», «ходила», «веду», потому что мы говорим о поездках в городе, к подруге и в музей. Но когда мы говорим о поездках в другой город, штат, страну или в такое место, куда мы не можем пойти пешком, мы используем глаголы с транспортом. Ехать, ездить, везти, возить. Летом мы ездили в отпуск во Флориду. Утром я везу сестру в аэропорт. Здесь мы используем транспортные глаголы «ездили», «везу», потому что Флорида – это штат, а аэропорт – это место, куда мы обычно не ходим пешком. Когда мы говорим о месте, куда мы идём, едем или движемся, то используем винительный падеж с предлогом «в» или «на», если это место, или дательный падеж с предлогом «к», если это человек. Мы пошли на вечеринку к друзьям. На вечеринку винительный, друзьям дательный. Мои друзья поплыли в круиз в Мексику. В круиз в Мексику. Винительный падеж. Когда нет конкретного места и мы идём в разных направлениях, мы используем дательный падеж с предлогом «по». Обычно в выходные я хожу по магазинам. По магазинам. Ситуация здесь такая. Я иду не в один магазин, а в разные магазины. Сначала в один, потом в другой магазин. По магазинам. Всё утро мы ходили по парку и наслаждались природой. По парку. Ситуация здесь такая. Мы не ходили в какое-то одно конкретное место в парке. Мы ходили в разные места. Сначала мы пошли в одно красивое место в парке, потом в другое. Итак, всё утро мы ходили по парку. Сегодня мы говорили о формах и значениях глаголов движения. Есть ещё три видео, где я объясняю функции глаголов на конкретных примерах в настоящем, прошедшем и будущем времени. Я думаю, что эти видео помогут вам лучше понимать и правильно использовать глаголы движения. На сегодня это всё. Спасибо, что смотрели это видео. И снова. И based на результат, обычно я делаю немного обновление Christianism. . Отре.